В эфире телеканала БАНЬ, информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Городские дороги приводятся в порядок, где ямочный ремонт, а где новое полотно. Культработники принимают поздравления и награды. В городском доме культуры прошли торжества в честь Дня культработника. Клубника не только вкусная ягода, но и выгодное занятие. В Чамлыкской ее выращивают целыми сотками. С наступлением теплых дней в городе приступили к ремонту дорог. Асфальт не только восстанавливают, но и укладывают новое полотно в микрорайоне Предгорье. Там со временем появятся и остановочные павильоны, и тротуары, и уличные светильники. Долгие годы жители микрорайона Предгорье мечтали ездить по хорошей ровной дороге. И вот, благодаря краевой целевой программе, их желания начали сбываться. Еще осенью прошлого года улицы Шишкина и Репина подготовили для укладки асфальтового покрытия. С приходом весны работы возобновились. На объекте появилась тяжелая специализированная техника и бригада дорожной службы. В 2013 году между администрацией Лобинского городского поселения и Лобинским дорожным строительным управлением был заключен контракт на строительство новой дороги на микрорайоне Предгорье по улице Шишкина, Репина и переулок Карпатский. Работа Лобинская ДРСО приступила к работам в 2013 году и в данный момент с 1 апреля, тогда как начался строительный сезон, продолжила работы. Значит, на данный момент кладется асфальт, первый выравнивающий слой асфальта на улице Шишкина, он уже заканчивает. Строительство новой дороги в этом месте было выбрано не случайно. Здесь самый оживленный участок в микрорайоне. Дорожное полотно буквально проходит по центру новостройки, по ней же осуществляют перевозки маршрутные автобусы. Поэтому здесь не только асфальтируют проезжую часть, но и сделают остановки, проведут освещение и оборудуют тротуарные дорожки. Данный контракт заключен на сумму 36 миллионов. Основные средства краевого бюджета мы попали в программу. Капитальный ремонт лично-дорожной сети Краснодарского края. Администрация вступила в эту программу в 2013 году. И за счет этих средств выполняются данные работы. Местные жители с нетерпением ждут окончания работ, которые планируют завершить осенью текущего года. Но если погода не внесет свои коррективы, то благоустройство микрорайона завершится значительно раньше. Наконец-то, в прошлом году началось, и в этом году, думаю, что к осени, даже раньше, дорога будет построенная. Это очень людей радует, люди все довольны. Этим строительством будут тротуарные дорожки, асфальтное покрытие. Правда, движение будет большое, но нам обещали, что будут ограничивающие знаки, и будут полицейские. С 1982 года ждем, чтобы нам положили дорогу. Спасибо большое администрации, всем-всем-всем. Жители очень рады, дети особенно. Спасибо большое. Параллельно с этими работами в городе проводится ямочный ремонт. В первую очередь в порядок приводят центральную улицу. После зимы на дорожном полотне образовались большие выбоины. В рамках муниципального контракта выполняют работы по ямочному ремонту МОП «Санитарная очистка» дорожного участка. Объем работ выполнен в районе 700 квадратных метров. С данный момент идет ремонт по улице Делегатской ямочного ремонта и зашли на улицу Ленина от Делегатской. Сегодня утром произошло ограбление дополнительного офиса сберегательного банка, расположенного в 300-м квартале. Злоумышленник ворвался в учреждение с оружием. Ему удалось похитить 1 миллион 100 тысяч рублей. На сигнал тревожной кнопки отреагировала вневедомственная охрана. Но преступник успел скрыться. Подробности нам рассказал начальник отдела МВД Юрий Галота. На место происшествия выехала срочная группа задержания. Прибыл на место сообщений сработки сигнализации. Было установлено, что неизвестный мужчина ворвался в Беркасу с применением оружия в масках. Совершил разборное нападение. Завладел при этом в день и средстве в сумме около миллиона рублей. С места происшествия скрылся. Преступление совершил в течение 3-4 минут. В настоящее время проводится в РГМ по установлению данного гражданина. В ближайшее время данное преступление будет раскрыто. И как стало известно нашей телекомпанией, подозреваемого в совершении преступлений задержали сотрудники полиции. А теперь к другим новостям. Работники культуры Лобинского района в пятницу принимали поздравления с профессиональным праздником и заслуженные награды. В учреждениях культуры Лобинского района, в школе искусств, выставочном зале, библиотеках, музеях, центрах культуры и досуга работают более полутора тысяч человек. О празднике Екатерина Клименко. На торжественном мероприятии, посвященном Дню работника культуры, собрались все представители этой сферы Лобинского района. Герои праздника способствуют развитию культурного и духовного потенциала города и района. Делают жизнь ярче, интереснее и радостнее. Как признаются сами культработники, их деятельность – состояние души. Все творится у меня в душе такое. Это у меня состояние моей души, состояние моей жизни, образ моей жизни. И поэтому я пошла в культуру. По душе она делает быт, культурное общение, мероприятия всевозможные для всех возрастных категорий. С детства мечтала об этом. Очень нравится работать с детьми, очень нравится работать в культуре. Начальник управления культуры Ивета Илохина от всей души поздравила всех присутствующих с профессиональным праздником. Она выразила огромную благодарность работникам культуры за активное участие во всех проводимых мероприятиях. Я от всей души поздравляю вас с нашим замечательным праздником, профессиональным праздником – Днем работников культуры. Вы знаете, слово «культура» для меня вообще, оно какое-то очень трепетное. И вот пытаюсь вспомнить, в какой сфере нашей жизнедеятельности это слово не употребляется, и не могу такой сферы найти. Потому что мы говорим культура танца, культура жеста, культура речи, культура поведения, культура производства, культура сельскохозяйственных угодий, возделываний. И так вот во всех сферах нашей жизнедеятельности присутствует это чудесное слово. С профессиональным праздником хранителей и созидателей культуры пришли поздравить первые лица города и района. Со словами поздравления к работникам культуры обратился Александр Садчиков. Особые слова благодарности он высказал ветеранам. В первую очередь хочется поздравить наших ветеранов, кто присутствует здесь, Алла Васильевна присутствует здесь, ветераны, которые вот на первых рядах, дорогие женщины. Я очень рад вас видеть и знаю вас много лет, знаю вашу преданность своему делу. Сегодня особо хотелось бы отметить ваш вклад, вашу любовь и к лабинчанам, и к культуре, и то, что вы сегодня в строю, за это большое вам спасибо. Ни один праздник, ни одно мероприятие, оно без вас не обходилось. Вы всегда были душой любого мероприятия. И пусть это был небольшой концерт, пусть это был концерт такой чисто профессиональный, но вы всегда были на нем душой. Вот как вы споете, как вы станцуете, как вы посмотрите на людей, вот с таким настроением люди дальше идут. Александр Садчиков высоко оценил заслуги культработников и уже по сложившейся традиции, которая зародилась в прошлом году, наградил лучших. В этот раз пять работников культуры получили гранты главы района в различных номинациях. Почетные грамоты Министерства культуры Краснодарского края за вклады развития культуры Лабинского района и Кубани получили 9 наших земляков. Почетные грамоты администрации муниципального образования Лабинский район за вклады развития культуры и многолетний плодотворный труд получили более 40 работников культуры. Мы вам низко кланяемся за те песни, за ту доброту, за ту радость, которую вы даете людям, за то, что вы сохраняете наш стержень, за то, что еще люди знают наши песни, поют их. Алексей Матыченко присоединился к теплым поздравлениям, прозвучавшим в адрес присутствующих и в зале, и на сцене. Глава городского поселения также в этот день наградил культ работников за высокие профессиональные качества, ответственное отношение к делу и личный вклад в развитие культуры. Благодарим всех работников мира искусства за труд, хорошее настроение, за счастливые улыбки наших детей. Желаем крепкого здоровья, благополучия в семьях и новых творческих побед и успехов. Культура Лобинского района из года в год успешно развивается, благодаря творческой деятельности работников, занятых в этой сфере, а их в Лобинском районе более полутора тысяч. Для меня этот праздник очень важен, потому что я сам как культуработник, ну как бы мы обычно готовим праздник другим людям, а сегодня именно наш праздник. Можно сказать, что культура нашего района развивается динамично, потому что у нас более полутора тысяч человек каждый год приносят заслуженные награды, медали в копилку района. Помимо этого ремонтируется учреждение культуры, открывается что-то новое, появляются новые коллективы, то есть мы не стоим на месте, двигаемся вперед с каждым годом, добиваясь новых успехов и достижений. Екатерина Клименко, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». 17 соток под клубнику в Чамлыкском поселении выращивают ягоду в промышленных масштабах. Многие жители оценили экономическую выгоду, которую можно получать круглогодично. Для этого они даже строят теплицу. В одном из личных подсобных хозяйств бывала наша съемочная группа. Личные подсобные хозяйства приносят основной доход жителям станицы Чамлыкской. Примерно для 400 семей это единственный источник заработка. Направления разнообразные – и животноводство, и овощеводство, и выращивание птицы. Но славится станица Чамлыкская производством клубники. Сегодня она растет практически в каждом дворе и не только в открытом грунте. Поселение около 10 семей выращивает эту сладкую ягоду в теплицах. У нас особенная такая изюминка – это занятие клубникой. Где-то порядка 10 семей так серьезно, с размахом, с перспективой, по технологиям. Ну а так, если говорить, то клубничные поля, клубничные грядочки, посадки есть в каждом дворе. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но этот интерес, знаете, такой Чамлыкский интерес, изюминка наша. Люди с удовольствием занимаются именно вот этим направлением. Павел Панкратов по образованию биолог, поэтому земледелием занимается, можно сказать, научным подходом. На 17 сотках земли уже в течение 6 лет садовод выращивает клубнику. Он выбрал два сорта, которые считает наиболее выгодными – короткого и нейтрального световых дней. Клубника короткого светового дня плодоносит где-то полтора месяца. Дальше у нее идет как бы, она дальше не плодоносит. А клубника нейтрального дня, она, значит, у нее период плодоношения растянут. То есть она от лета и до самых заморозков, она у нее волнами у нее плодоношение происходит. Она цветет и плодоносит. Выпускает усы, даже на усах могут быть цветы и ягоды. Для того, чтобы получить хороший урожай, требуется много усилий. За сезон грядки необходимо прополоть около шести раз. По словам Павла Панкратова, одному обработать 17 соток очень тяжело. Поэтому, чтобы избежать частых прополок, он использует специальную пленку – нетканный мульчирующий материал агроспан. Такая пленка не пропускает свет, что препятствует росту сорняков и сохраняет тепло и влагу. Также садовод использует капельное орошение, которое самостоятельно поливает клубнику. Экономится и вода, и время. Я бы вообще не смог полить. Потому что вручному, даже если ставить дождевалки, я такую площадь не смог полить. А здесь включается на 2-3 часа по частям весь мой участок. Садовод утверждает, что его клубника хоть и хранится недолго, как, например, заморские ягоды, но зато сладкая и ароматная, а главное – натуральная. Поэтому при сборе урожая покупателей хватает. Забирает клубнику оптовики Лобинска, Армавира и других ближайших территорий. Станица Чемлыкская для многих жителей Краснодарского края является клубничным раем. Через несколько недель появится ранний урожай выращенных в теплицах. И уже совсем скоро на выезде из станицы будет построен целый клубничный павильон. Администрация, когда за этим процессом, не только наблюдает, мы в нем участвуем. И у нас на сегодня уже вопрос решен о выделении земли, найден предприниматель. И на очень удобном месте, на выезде из станицы, этим летом будет построен красивый капитальный тепличный, извините, клубничный павильон. То есть это действительно серьезное место для продажи именно данной продукции. Есть в этом необходимость, так как объемы реализуемой продукции увеличивается. И мы решили поставить хороший капитальный павильон. Екатерина Клименко, Татьяна Чистова, Владимир Дворников, телекомпания «Лоба». А сейчас настало время прогноза погоды. С ним у нас познакомки Екатерина Синенко. Я передаю ей слово. Екатерина, какую погоду обещают синоптики в предстоящие выходные дни? В предстоящие выходные возможен дождь. Температура существенно не изменится. Подробнее через несколько минут. Это все новости на сегодня. С вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.